Ложь в декларациях снова наказуема штрафами и ограничением свободы. Верховная Рада сегодня в целом приняла законопроект, который делает первый шаг к преодолению конституционного кризиса. Депутаты торопились, чтобы доходы чиновников за 2020 год не выпали из Е-декларирования. Верховная Рада вернула наказание за ложь в декларациях. Согласно принятому законопроекту, за сокрытие доходов чиновникам грозит штраф и ограничение свободы. Максимальный штраф за сокрытие доходов до 9 миллионов гривен – 51 тысяча гривен. За незадекларированные 9 и более миллионов гривен придется заплатить до 85 тысяч гривен штрафа. Также может грозить ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Умышленное непредоставление декларации наказывается штрафом до трех тысяч необлагаемых минимумов или общественными работами на срок до 240 часов. Президент Владимир Зеленский возобновлением ответственности за ложь в декларациях доволен. Жалеет лишь о недостаточно жесткой, по его мнению, ответственности для недобросовестных чиновников. Было восстановлено криминальную ответственность чиновников за брехню в декларации сегодня. Важно, чтобы достигли до настания 2021 года. Те, кто сбрехал этого года, не уникнут ответственности. Именно уголовная ответственность за недостоверные данные стала камнем преткновения в предыдущем законе. В конце октября суди КСО отменили наказание. В ответ судей обвинили в срыве антикоррупционной реформы. Президент предложил перезагрузить Конституционный суд, отправить действующих судей в отставку и набрать новых. Новый закон называют компромиссным. Главное отличие, наверное, в том, что в основном там предусмотрены штрафы и общественные работы на те сведения, которые не будут соответствовать действительности. Всего лишь в нескольких пунктах, в зависимости от суммы, которая там не была задекларирована, предусмотрена уголовная ответственность. Но я думаю, что до этого дела вряд ли на практике будет доходить. Вот эта компромиссность, мне кажется, позволит как бы снять на определенный период времени вообще рассмотрение этого закона в Конституционном суде. Принятый сегодня закон не решит Конституционный кризис, считает спикер Дмитрий Разумков. Однако он не позволит чиновникам скрыть свои доходы за этот год. В конституционной кризис мы не сможем выйти этим законом. За великим рахунком, есть три позиції, которые нам нужно будет решить. Первое – это восстановление ответственности, мы сегодня это сделали. Другое – это создание умов нормальной работы на ЗК с урахованием тих позиций, которые были отображены в решении Конституционного суда. И третье вопрос – это создание баланса в разных вертикалях влады и прогнозованность решений. Закон передадут на подпись президенту в начале следующей недели, чтобы его успели опубликовать до Нового года и возобновить наказание за недостоверное декларирование. Светлана Сыч, Игорь Каркадым, Киев. Твой дом.